Я что-нибудь придумал Если бы он, прикиньте, как бы драматично, жестко бы было, если бы из-за этих воспоминаний закоротила бы Валентайн и он бы помер, а сами воспоминания были бы намного драматичнее. Например, короче, прикиньте, прикиньте, вот я сейчас еще придумал, прикиньте, короче, последнее воспоминание Келлога, это то, что мы приходим и убиваем его, да, убиваем его, он видит, как мы тыкаем ему ножом там в разные места, он умирает, а оказывается, что там внутри вот этого помещения была дверь, за которой он как бы прятал свое сердце. Семью от бандитов, чтобы их не нашли, и короче, они остаются там. Вот, и мы такие, типа, выходим из этого говна, Валентайн умер, мы возвращаемся туда, открываем, а они сдохли от голода, и мы просто мразь говна. Возьмите меня, блин, сценаристом в Бесезду, я вам такую драму, но мучу, что и то в сто раз круче будет, а то умеете только каких-то, блин, слепых в яйца засовывать. Здорово. Он стал Келлогом. Нет, все, братан, пойду-ка я в одиночку, пойду-ка я в одиночку. Иди, иди, я найду тебя, все, у меня новый напарник, теперь я окончательный... Я сказал, что нет, поворот был, ну, типа, я бы придумал лучше, конечно, моя идея лучше, но это тоже сойдет, это тоже сойдет. Простите, ребят, с Абдулем больше не гуляю. Найду другого, да, парника. Гуль идеально подходит. Гуль идеально подходит для меня, мне кажется. Давно, давно лучше, чем парень, который говорит голосом Келлога. И говорит, что убьет меня. Да я думаю, что все нормально на самом деле будет. Bethesda не пошла бы на то, чтобы... То есть, я уверен, что с ним можно до конца игру пройти, никаких проблем не будет. Ну, ладно. Я в порядке, братан. Ты робот, какое самообладание. Понимаешь, мне кажется, тебя не особо боятся, потому что ты выглядишь как кусок говна. И люди как бы сразу понимают, что ты синт, и не ждут подвоха. Ведь сам стрём с синта в том, что их тяжело отличить от людей. А люди боятся того, что не похоже на них. Точнее, похоже, но при этом внутри не похоже, и все такое. Ну, вот он рассказывает про резню ту в лапше, про которую мы в газете читали. Мы уже знаем эту историю. Кто смотрел весь стрим. Как охрана, наконец-то, шпиговал его свинцом, как следует. Видно, что внутри у него не кишки, а шестеренки, да. Я помню. Я читал. Читал! Читал! Ник. Я знаю. А это что? ВПС — это временное правительство стаодружества. Много лет назад наиболее крупные поселения решили создать некий союз. Каждая из них отправила на съезд своих делегатов, чтобы вместе вырабатывать некую общую стратегию. А институт послал туда своего представителя Синта, который преспокойно вырезал всех остальных. Умно. Умно. А как ты оказался в городе? Почему? Почему тебя не вышло? Потому что я спас жизнь дочери мэра. Девочке лет 15, радость и гордость от тогдашнего мэра Генри Робертса. Юная мэс Робертс решила сбежать из дома с каким-то типом из проходящего каравана, с которым только познакомилась. Оказалось, этот парень был из шайки похитителей. Когда я отпугнулся на рыдающую девицу четырех амбалов, я даже понятия не имел, кто она такая. Но я отвел ее домой, и мэр от радости чуть с ума не сошел, сразу объявил меня героем и предложил остаться в городе. Многие считали меня шпионом, но он их даже слушать не хотел. Поначалу приходилось туговато, но я никогда не пытался скрывать, кто я такой. Со временем ко мне стали относиться теплее. Мне кажется, он шпион. Мне кажется, он шпион, потому что, мне кажется, он... Все это было подстроено, чтобы запустить его туда. Справился с четырьмя мужиками, вот и я думаю. Вот и я думаю. Я им просто сказал, что у меня включился механизм уничтожения, и я запищал так, бип-бип-бип-бип. Точнее всего, было не заржать, глядя, как они улепетывают без оглядки. Ты же не шпион. Ты не шпион, да? Тестинг, тестинг, hello. Институт, можешь? Я от откуда знаю, может, и шпион. Тогда план Институт понеблюдения забеглицами по всему содружеству пока работает отлично. Тяжело было на новом месте. Нелегко, само собой. Мне приходилось заниматься самой грязной работой, за которую никто браться не хотел. Иногда мне казалось, что даже в руинах жизнь была не столь безотрадной. Но народ, видать, не забыл, как я спас дочку Мера, так что мне стали обращаться, когда нужно было кого-то найти. Жена сбежала с очередным любовником, прихватив все семейные деньги. Синт разберется. Отчаявший отец решил под покром ночи вместе с детишками перебраться в добрососедство. Бегом к Нику. И в какой-то момент работы стало так много, что я окончательно переквалифицировался в детектива. У меня поначалу настолько перло от этой работы, что я далеко не сразу стал брать деньги. В общем, я так и остался Ником Синтом, но в дополнение к этому стал еще и сыщиком. Это даже звучит как фантазия какого-то школьника, а не сценариста, который получает 5000 долларов в неделю. В конце концов, я понял, твой дом там, где ты сам его себе устроишь. Это место и тебе станет домом, если ты этого захочешь. В общем, долгая история, но надеюсь, тебе малость полегчало. Ну что, двинули дальше. И одинокий Синт сыщет, столкнувшись с каким-то толстяком в шапке, ушел в закат под трагическую музыку. Композитор. Фоллаут А4. И вряд ли мы когда-то еще увидим этого парня. Потому что нас ждут новые приключения уже без него. Вместе с моим новым напарником. Гулем. По имени. Как его звали? Хакон? Как его звали? Хэнкок. Хэнкок. Но это уже совсем другая история. О которой мы узнаем завтра. Завтра план такой. Этот город, братство Стали. Этот город, братство Стали. Мне немного мейн-квеста, дорогие друзья. 18.00. 18.00. Приходите. Сегодня стрим был 7 часов. Я сразу заливаю вод. На ютуб. На ютуб. Правда первый еще не обработался. Но я думаю, что он обработается к завтрашнему утру. И завтра я прям сейчас поставлю. Сейчас не расходитесь. Я благодарности скажу. Прочитаю донаты. Продолжение этой истории про сына, про отца, про гуля, про сыщика, про все остальное. Практически на самом интересном месте, да, ребят? Обрываю. Итак. Меняю название. Day 3. Четверг. 18.00. Завтра длинный. Завтра попробую до упора, ребят. Завтра попробую до упора. Нас 13 тысяч даже сейчас. Это большой успех. Я благодарю вас, что вы смотрите у меня прохождение Fallout 4. Я вас уверяю, я посмотрел другие прохождения вчера. Местами есть люди, которые, да, проходят хорошо, серьезно. Но, во-первых, слишком медленно там. Тяжело тоже смотреть. Но в любом случае такие прохождения мне нравятся. Большинство людей вообще просто дебилы. Они просто идут, колотят всех кулакой, там, рукой, ногой. Не умеют ни пользоваться оружием, ни прокачиваться, ни вообще ничего не понимают. Просто хернёй ведь занимаются. Так что я обещаю, что и дальше я постараюсь играть нормально. Если я где-то пригораю, то пригораю, потому что, ну, вы сами знаете моё отношение к беседке и к её играм. Так что прошу прощения, я потом остываю практически сразу и... И всё. Возвращается на круги своя. Так, ребят, давайте небольшое... Небольшая... Точнее, большая, огромная благодарность ко всем, кто меня поддерживает. Потому что я знаю, что не все любят подписываться, там, или донатить, когда про них не говорят, или... Но мне так легче, потому что я хочу полностью погрузиться. Итак, друзья. Пафу1337. Спасибо, брат, за подписку. Моя анальная колбаска. Дружище, обнимаю и целую тебя. Никотинка. Благодарю. ВанНТК2. Братан, благодарю тебя. КузяпончикТВ. Спасибо за подписку, КузяпончикТВ. Видимо, у тебя свой канал. Ещё раз огромное спасибо. Тауншфиш. Чувак, спасибо за подписку. Пингви. Спасибо, по-моему, это переподписка. Спасибо, Пингви. Вайкап. Благодарю тебя, брат, за подписочку. SunsetFTL. И тебе спасибо огромное. AlexisS17. Фанат Арсенала, очевидно. Арсенал никогда не будет чемпионом. Хотя в этом году, пожалуй, может. RipplesOG. Спасибо за подписку. КраузерСан. И Комбопанч. Приветствую вас. В чате и так далее. ЕвроНонСтоп. Спасибо за подписку. АндерЧеч. Благодарю. И... Похоже, что это всё на сегодня. Донаты. Донаты. Я думаю, что завтра я, возможно, уже буду подключать подписку. Но я не уверен. Я не уверен, если честно. АДИРУС7. This game is amazing. You just dump as... Piece of shit. Fuck you, быдло. Where is the dog? Everybody likes the dog. You fucking piece of shit. Fuck you. Спасибо, АДИРУС, за 180 рублей. Thank you very much for your opinion. I appreciate this. Бетономишал. 300 рублей. И прочерк. Спасибо, братан. Киллокэп1. 1960 рублей. Спасибо за стрим. Поднимаешь настроение во время работы. Счастья, здоровья. Побольше хороших атмосферных стримов. Ваултбой, ваултбой. Спасибо тебе огромное. Мэтт, пусти снова поток на гудгейм, пожалуйста. Not this, Marfios. Чувак, понимаешь, в чем дело? Я запустил поток на гудгейме. После этого я 28 раз нажал кнопку стоп, старт, рестрим, чтобы пошел рестрим на твиче. Рестрим на твиче сначала лагал, потом упал стрим на самом гудгейме. Я завел уже только на твиче. Еще ты мне предлагаешь снова ронять стрим на твиче, чтобы завести с гудгейма. А если он опять упадет через полчаса? Твич не падает, твич.